Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Horizon Forbidden West на сверхвысокой сложности, продолжаем прохождение DLC Пылающие Берега. В прошлой серии мы нашли штаб-квартиру, бывшую штаб-квартиру Лондры, и мы узнали координаты какие-то, куда он отправил данные. Давайте посмотрим, что там дальше будет у нас по основному сюжету, поговорим с Сейкой, она тут что-то нервничает. Ну, мы знаем, куда Лондра отправил данные своей компании. Это к северу от места нашей встречи. Можем долететь. Слушай, знаешь что, давай лучше возьмём мой ялик. Не понравилось летать, да? Я моряк. Вода мне по-любому милее неба. Ладно, ялик так ялик. Ну что, в путь? Да, пора. Пойдём. Другое дело. И даже если свалишься, не помрёшь. Впереди открытые воды, а конец флота исчезает вдали. Вместе со всеми своими жителями. Зачем ты это терпишь? То есть, я понимаю, каково это, когда все против тебя. Я бы давно ушла, куда глаза глядят. Так было не всегда. Я была хорошим моряком, хорошей сестрой. Я была на своём месте. Это чувство общности, сила. Она помогает мне удержаться на плаву. Понимаешь, такими вещами не разбрасываются. Вот как? Твои сородичи просто не понимают, как им с тобой повезло. Не преувеличивай. Нисколько. Давайте посмотрим, куда мы плывём. О, мы плывём как раз к вот этому знаку Голливуд. Я там уже был, когда собирал лучезар. После первой серии ещё. И там пусто было. Нигде никого в окрестностях. Судя по всему, нам нужно двигаться к этому гору. У меня от него мурашки. Ясными ночами его видно из лагеря. Жуткая громадина. Вон! На берегу! Это наши лодки! Мы на верном пути. Пристанем здесь! Так, судя по координатам, наша цель на холме. Иди первой. Давайте сохранимся первым делом. Мы пошли на холм. Голливуд нас ждёт, наконец-то. Там есть... Вход... Закрытый. Куда-то в какие-то руины. Нам, наверное, туда. Мы определённо движемся к Железному Бесу. Зачем он отправил данные сюда? Не знаю. Да и зачем брать сюда Квен, непонятно. Только бы найти их. Да, они точно здесь были. Судя по всему, они направились выше. Координаты ведут в ту сторону. Небесный покой. О. Снизу там уже обезьяны. Появились. Раньше вроде не было обезьян. Тут вроде везде пусто было. Вроде туда вниз я за Зеленцом, за этим, за Лучезаром как раз спускался. И вот вход у нас с барьером. Воздвиг Лондра. По-моему, через него не проскочить. Но на той стороне какое-то устройство. Можно просканировать. Ладно. Давай глянем, что тут. Похоже, впереди что-то есть. Какой-то комплекс. Возможно, Лондра там. И пропавшие люди. Но я не вижу, как миновать щит. Вот. Это какой-то силовой генератор. Подключенный к руке Гора. Лондра наладил работу отдельных систем. Железный бес ведь не может пробудиться, да? Точно не знаю. Но сейчас Лондра так обеспечивает щит энергии. И если мы сумеем отключить эти генераторы, щит исчезнет? Ну, попробовать стоит. Два генератора здесь недалеко. Давай, идем к ним. Так. Генераторы, да, я вот эти видел. Здесь тоже тут зеленец ходил, собирал. Добраться до техники зенита ниже по склону. Там было понятно, что какие-то квестовые штуки такие необычные. Теперь мы знаем, да, для чего они. О-о-о. Как минимум две жабы здесь. Здесь никого не было. Когда я первый раз сюда приходил. Так. Две мерзкие жабы сразу. С одной справиться тяжело было. А тут сразу две. Вторая ж придет сразу, да? Наверняка. Сижу тут и думаю, что мы будем делать с этими двумя жабами. И, наверное, самым надежным вариантом будет перехват одной из них. Если меня сейчас, ух ты, елки-палки. Слепни не спалят. То надо перехватить. У меня бронька как раз на перехват. Поэтому мы ее на постоянку перехватим. Фух, кислота до меня не дошла. Так. Перехватываем. Сейчас разбираемся с слепнями в первую очередь. Жить они нам не дадут. Их тут много. Так. Хорошо. Отходим потихонечку. Все. Так. А теперь ждем. Пока эта жаба со всеми разберется здесь. Может быть даже мы вот так вот сделаем. Мы не видим боя. Да? Давайте посмотрим. Как жабы будут увлекательно друг на друга прыгать. Вот сюда. Тесновато нам вдвоем будет. Но нормально. Зато вид отсюда открывается. Хороший. Наша жаба должна победить. Потому что у нее бонусы на урон. По идее. Но будет в принципе неплохо. Если она просто продамажит эту жабу и сама помрет. Меня в любой вариант здесь устраивает. Потому что нам скорее всего придется с двумя жабами разобраться в любом случае. Хорошо. Как же меня радует, когда не на меня вот это вот все падает. Хлоп. Хлоп. Чудесно. Чудесно. Куда мы можем перебраться? О. А, нет. Показалось. Отлично. Ну, у нас еще есть громадина, да? С которой нужно разобраться. У нее не осталось брюха. И у нашей тоже брюха не осталось. Блин, мы не получим ценные вещички с них. Так, хорошо. Жалко, у нас нет деактив... Хотя, стоп. Нам и не надо с ней разбираться. Правильно, да. Мы можем просто деактивировать вот эти штуки. А жаба пусть себе ходит. Так, давай-ка попробуем его отключить. Да, давай. Давай. Тыкай туда палкой. Правильно. Там какое-то ядро питания. Сама я по ядру не ударю. Сейка, выстрели в это ядро. Есть! Один готов. Теперь второй генератор. О! За меня не волнуйся! Я люблю лазать! Жабка наша верная с нами идет. Это древние ожерелья разбросаны. Так, тут, наверное, придется... Понеслась! Давай, завершим бой вместе! Все! Нет, так и хотят ломаться. Ой-ой-ой. Но зато все повзрывалось. Хорошо, когда есть прирученная жаба. Так. Деактивируем. Сейка? Да! Сейчас! Ладно, вернемся ко входу в бункер. Барьера быть не должно. Легенды! Только бы наши были там! Мы, наверное, вот так сделаем. И сразу к бункеру. О, запись. Последний раз, когда мы виделись с сестрой, я испытала облегчение, что ее посылают на разведку. Мне хотелось от нее отдохнуть. Понимаю. Мы с сестрой тоже не всегда хорошо ладим. Ты же сказала, что тебя изгнали. Мы только недавно встретились. Долго рассказывать. Так, отчеты о техобслуживании. Поднялись к знаку и провели инспекцию. Состав оправдал свое ожидание. В одном из углов второй буквы Л, видимо пропущенном при первой обработке, было повторно нанесено нано-покрытие. Других следов порчи или износа не обнаружено. Защита не уступает тому, что мы видели на тестовых образцах в Вегасе. Если не случится ничего непредвиденного, наша достопримечательность простоит как минимум еще... ...тысячи лет. Ты полна сюрпризов, да? Есть такое. И я хочу сказать, она точно будет рада тебя видеть. Не уверена. Но спасибо на добром слове. Похоже, здесь есть электричество. Значит, генераторы только для щита. Нашествие лягушек. В целом, машины с обок кажутся мне скучными. Неужели роботы для терраформирования обязательно должны быть похожи на гигантских ящериц? Эти образы мегафауны выглядят почти комично. Они напоминают голограммы Эвелин, созданные для того, чтобы развлекать детей и избавлять их усталых родителей от избытка денег. Но те гигантские лягушки все-таки оказались полезными. В их функции входит переработка технических деталей. Это и привело их к устройствам, которые я недавно поставил. Они понятия не имели, как их перерабатывать, поэтому просто крутились рядом и рылись в обломках в поисках металла. А польза в том, что из-за них местные перестали трогать мои игрушки. Кто знает, если повезет, может эти земноводные и рыжую отпугнут. Это сам Лондро тут запись оставил. Зачем? Я вот каждый раз, когда какую-то запись вижу, зачем эти записи доставляют? О! Там люди. Едят что-то. Твои сородичи и еще одна фреска. Почему они все просто ждут? Давай выясним. Сейка, хочешь примкнуть к нам? Примкнуть? Да. Все так. До вас было непросто добраться. Дикарка в числе избранных? Немыслимо. Зед бы такого не допустил. А как вы вошли без него? Так Зед нас и прислал. Он же угодил в засаду, и мы его выручили. Да, мы с ним направлялись сюда, как вдруг напали машины. Мы отбивались как могли, но их было много. И тут нам на помощь пришла Элой. Я как раз была неподалеку, смотрю, идет бой, ну и я рванула туда. Вы бы ее видели. Таких охотников на машины еще поискать. Она спасла Зеда. Так поступил бы каждый. Потом Зед сказал, что у него неотложное дело, и нам придется идти без него. Он объяснил, как отключить щит, и сказал, чтобы мы шли прямо внутрь. Неужто Зед не мог справиться без помощи Дикарки? Каждому из нас иногда бывает нужна поддержка. Зед решила не подходят. А я не хочу потом от него схлопотать. Иди скажи остальным, что к нам прибыли новенькие. Ладно, но в зал Вознесения я их не пущу, пока они не докажут свою преданность, как все остальные. И еще хотелось бы выслушать самого Зеда, как он вернется. Да, пожалуйста. Не бери в голову. Удачи тебе, Сейка. Да откроетесь вы его свету. Пусть Вознесение мы встретим вместе. Так. Ну, понятно, они тут, скорее всего, поклоняются этому, да? В легенде. Их любимый. Пронесло. Не верится, что они здесь по своей воле. Не верится, что они нам поверили. Кто такой Зед вообще? Наверное, душевный парень. Пойдем в зал Вознесения, пока ты с ним не встретилась. Голограмма Лондры. Здравствуйте, избранники. Вы скитались. Вы страдали. Но все это позади. Я нашел вас. И предлагаю... Великий дар. Вознесение. Вздохните свободно. Забудьте то, что знали. И насладитесь моментом. Вас ждет новый мир. Ясно. И дверь открылась. Так. Как же его много. Мы должны открыться его свету. Буквально. Нам нужно сойти здесь за своих. Попробую. Знакомьтесь, мои старые друзья. Мы были на отвязной вечеринке. Праздновали победу. Но пока все смотрели на меня, в зал ворвался мой бывший партнер. Завидовавший нашему успеху, он швырнул в меня коктейль. Но я остался сух. Мой телохранитель Джек повалил его на пол. А ребята, Нолан, Паркер, Райли, вышвырнули его прочь. Но именно моя Эвелин сумела обратить все просто в шутку. Я их обожал. Их преданность была мне дороже всего. Любой награды. А тот вечер стал самым лучшим в моей жизни. Лондра привык, что люди его боготворят. Пока мы не нашли Уолтера, мне не во что было верить. Делать вид, что я почитаю Лондру... Мы вынесли столько боли и мук. Но оно того стоит. История жизни Уолтера очень незаурядна. А, так это про вас говорил Бренник? Еще две души удостоились чести порвать с прошлым. Да, это мы. Ты Кираль, верно? Ты служила на Искре. В прошлой жизни, да. Одна из многих в составе безнадежной экспедиции. Ах, ну, довольно. М? Как говорит Уолтер, забудем прошлое. Наши муки привели нас сюда. И нас? Вот-вот ждет Вознесение. Какое это удивительное место. Правда? Я... никогда такого не видела. Да. Но это мелочь по сравнению с в залом Вознесения. Ты бывала там? Конечно. Я доказала свою преданность не так давно. Теперь я жду, когда меня поведут дальше. На шаг ближе к Вознесению. Ты сказала, что тебя должны повести дальше. Мы еще не все проштудировали, но я думала, наша цель зал Вознесения. Некоторым тяжело понять замысел Уолтера. Я знаю, что в зале я прошла проверку. Но это не все, что он нам предлагает. Я уверена. Неспроста же посвященных отводят в другое место. Как только Зет вернется, он возьмет меня туда. Я готова. А ты представляешь себе, где это место? Там, где мы будем ближе к Уолтеру. к его объятиям. Ты побывала в зале Вознесения. Он правда настолько необычный? Мне нельзя говорить. Я хочу, чтобы вы прочувствовали все то же, что и я. Да брось, Кирай. Мы мечтаем. Неразглашение подписала. Мы мечтаем узнать, что там. И я скажу одно. Он бесподобен. Как тот момент, когда Уолтер предстал перед нами. Но лучше. Придет время. Увидите. Ну, спасибо за разговор, Кираль. Мы пойдем дальше познавать Уолтера. Да. Конечно. Удачи в занятиях. Надеюсь, увидимся на Вознесении. на Вознесении. Спасибо. У вас. Моя. Спасибо. Списан, Такое попросок. Пох pantry. Кираль. Кираль. что у них уже императорского небось лондра расщедрился принтер еды какой-то наверное ну же присаживайся я присяду я расскажу тебе историю когда-то у меня был в этом мире дом с изумительнейшим видом на город мы с женой обожали смотреть как мерцают огни в вечерней дымке на наш момент безмятежности потом настали годы пепла небо даровала нам спасения но выжил лишь я и познал тайну бессмертия эвелин всяким я дорожил сгинули и остался один вот почему я так рад что нашел тебя нас ждет вечная жизнь в новом мире и бесчетные загады вечная жизнь с ним уж лучше угодить в еще один прекрасно опять этот тип а вот и благодетельница вместе с дикаркой теперь все ясно годы пепла разливы в великой дельте мы были заперты в цикле разрушения но скоро мы обретем новый мир сильное обещание вы доказали свою преданность а значит готовы продолжить путь за это отведет вас как только вернется не спешите доброе дело помогло вам добраться сюда но не рассчитывайте на особое отношение честь охранять зал вознесения на меня возложил сам уолтер пока не пройдете аттестацию и не выучите слова обретение эта дверь закрыта теперь уходите ладно ладно мы еще вернемся значит мы должны пройти некую проверку на преданность но кто знает сколько у нас времени до возвращения зато должен быть способ побыстрее выучить эти слова обретения давай осмотримся мне кажется в голограммах которые мы видели слов не было зато нам будет проще завязать разговор глядишь убедим кого-нибудь помочь вам что-то еще нужно слушай кираль нужна помощь вознесение же случится со дня на день мы с сейкой хотим как можно быстрее доказать свою преданность и у нас мало времени нам надо попасть в зал вознесения но слова обретения познает лишь прошедший аттестацию преданности если ты не поможешь мы ведь похоже мы столько натерпелись штормы крушения машины убийцы не хочется к этому возвращаться но все должны открыться его свету может даже с чьей-то помощью ладно это сродни тому что сказал уолтер когда поведал нам свою историю о том где сокрыта вечность в новом мире верно это же часть вознесения именно ты хорошо его понимаешь но я я не знаю мне не следует нарушать протокол прошу кираль мы не хотим жить в мире где нет уолтера ладно не скажу лишь через преданности откроюсь его свету лишь с ним я смогу вознестись в новый мир спасибо спасибо тебе я рада что смогла помочь да откроетесь вы его свету мы узнали слова обретения теперь брейник должен нас пропустить это я же сказал я не пропускаю тех кто не знает слов обретения но мы их знаем сейка о нет уступаю эту честь тебе элой лишь через преданность и я откроюсь его свету лишь с ним я смогу вознестись в новый мир еще никто не проходил аттестацию так быстро а мы прошли так что уйди с дороги лондра у меня уже в печенках сидит давай узнаем что у него на уме все это время они не хотели чтобы их нашли может быть некоторые все же хотели что ты хочешь сказать ничего я надеюсь зал вознесения прояснить ситуацию подъемник посмотрим куда он идет лондра знает как подогреть интерес нас ждет целое представление легенды вот как они вознесутся лондра хочет построить звездолёт надо взглянуть поближе облака не настоящие это все иллюзия мое творение рожденное по необходимости из утробы гора бесконечно изобретательнее своих древних предков даже чего он бы не мог этого предвидеть лишь бы у него хватило сил обогнать его тень что-то кажется мне что сейчас тут битва будет зед придет наверно да мой визор что это за звук думаю предупреждение о радиации это такая отрава пока вроде бы угрозы нет но надо осмотреть корабль ладно скажи если что найдешь хранилище для его сторонников но тут не хватит места для всех и опять ппб что это такое ракета источник радиации вот для чего ему понадобились данные из того старого прототипа так он сумеет оторваться от земли лондра запустил принтер гора чтобы создать корабль так все осмотрел ну что там с этим кораблем ну и взгляд у тебя что узнала в горе есть особый компонент он может создавать почти что угодно детали инструменты целые машины и так лондра получил сырье для корабля но чтобы корабль взлетел нужна куча энергии намного больше чем лондра мог обеспечить и он решил порыться в архивах своей компании именно в тех данных был чертеж своего рода ускорителя но чрезвычайно токсичного если корабль взлетит он распылит отраву по землям всех здешних племян все заболеют и умрут но я все равно не понимаю лондра готов на все чтобы только улететь что опять все еще что-то скрываешь под угрозой жизни моих соплеменников моей сестры я должна знать конечно я расскажу тебе просто такое наше время вышло грязные лгуньи видна это наш друг за это рассредоточиться подмога скоро будет пора с вами кончать я таких пушек никогда не видела лондра дал ему новую игрушку как нам теперь выбраться сайт заблокировал все выходы но может блокировка можно снять то есть не заставляться и искать включать поняла окей мы в принципе видели не надо давайте разойдемся мирно так сейка они не слушают кто-нибудь кто-нибудь игроки обороняйся они бьют так ты поссоришь есть квен а 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 еще один который сзади тихо 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 я тут попрячусь лучше не буду выходить слишком давай 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 уже хорошо да ёлки-палки так хорошо что у нас так это зелье я выпью нафиг она надо изменить удалить так давайте возьмем выпьем вот такое зелье так ух хорошо странно что и это вроде в шлем попал или то был бабах от плазмы так хорошо узел питания надо им заняться отлично зелье пополнили узел питания нам так разобрали за узла над их еще два узла что ты себе позволяю кипалки он защитом до него добраться мы не сможем да так что у нас тут тут пулеметчик показалось что там еще кто-то стоит то наверно наша сейка сейка у меня не было выбора хорошо но этого мало так тут двое пока нас никто не видит давайте активируем есть есть вот этот зал станет тебе могилой эти фокусы блин надо было выпить зелья а теперь пошли может быть вот тут вот о нем хорошо и нам наверное вот туда вот сюда а туда мы можем попасть вот так стоп нет ни сюда вот сюда на ухты елки-палки так надо 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 выйти вот сюда может быть чтоб было побольше места что-то умеешь что-то умеешь а давай мочи их а а а а а а а а тихо-тихо добиваем все время когда я заряжаю сильный удар они падают типа оглушенные и можно их добить все время так ок у тебя кишка танка сейка ну держи зер блокировка снята у меня не было выбора теперь пойдем к зету прочитать район теперь к зету не пропускайте мы пойдем давайте еще наверное здесь тоже зелья блин как же красиво куча зелий издеваляется сейка там прилегла немного отдохнуть с ними явно что-то не так но сейчас наша цель зет ну же сражайся так восполним немного припасов как мы будем с этим драться давайте наверное попробуем может быть ему броню сбить кстати канатометом наверное не сработает да канатомет на людей мне кажется не будет работать но броню попробуем сбить если с него броня будет сбиваться а не так как с как ее звали с регалой когда шлем у нее не снимался никак давайте может быть зарядим и он где-то здесь уже должен быть выходи из этого я раздавлю вас обеих рада познакомиться а где он а вот он так хорошо заряжаем еще двойной выстрел не поможешь а пожалуй нет о какой он голенький уже не уйдешь пойдет так давай сейчас собьет блин ладно тогда тогда вот так делаем ты тратишь мое время я я я снова строю от меня не спрячешься пускаю стрелу мимо да что такое прям через него пролетела стрела ну постой немного болин так давайте мы сейчас возьмем двойной выстрел о о хорошо маловато маловато двойной выстрел куда не выйдет сперва надо отдохнуть и набраться сил 300 урона 300 урона в голову двумя а ну да конечно это я чем то стреляю совсем не тем чем надо тактическое преимущество ничто тебя не защитит тебе не спастись две тысячи пойдет еще две тысячи пойдет все да куда ты отводил других наших отвечай на вопрос он забирает их свой парк на южном полуострове но он туда не попасть там стоит башня которая охраняет все подступы моя сестра там она была в последней группе больше я никого приводить не должен но уолтер обещал вознесение каждому кто проявит себя я не понимаю лондра использовал тебя в своих целях будем честны это не сложно гордыня не дает разглядеть правду но ты перевернула его мир просто ответь мне напрямую почему лондра хочет улететь к земле приближается враг он уже уничтожил мир лондры и хочет тоже сделать с нашим уничтожить мир кто на такое способен не мезида это что-то вроде машины но невообразимо могущественнее всех тех что мы знаем поэтому лондра строит корабль хочет любой ценой сбежать до ее прибытия и видимо часть квен собирается взять с собой я знаю в голове не укладывается но надежда есть рада слышать сэйка я на юго-восточном берегу острова где была первая башня есть пляж пожалуй это ближайшая точка к его парку и еще нужно доложиться адмиралу сказать что-нибудь о наших находках ладно тогда до встречи на пляже нехорошо как нехорошо вышло у сэйки был такой потерянный вид почему мне тоже паршиво как все исправить пока что надо взглянуть на это оружие зенита я знаю что из него можно смастерить вот так надо будет испытать его как выберусь заодно неплохо бы проведать остальных квен в вашем рюкзаке есть новое оружие кулак призрака представляет собой мощное и гибкое оружие в режиме осколочного залпа вы можете стрелять самонаводящимися снарядами по цели отмеченной целеуказателем чтобы отметить цель нажмите среднюю клавишу мыши при этом расходуется оружейная выносливость выберите кулак и опробуйте его в деле что-то как-то хиленько искровые разрядники ну посмотрим посмотрим у тебя это такой кулачок а не кулак так хорошо можем ли мы наверное надо пройти да через все залы так же как мы шли сюда стоп мы так шли сюда я наверное пошел обратно да нам в другую сторону посмотрим может быть нам этого покажут мужика что он там рассказывает вот да вот сюда нам а а а Корректировка параметров возымела эффект, но будет лучше провести диагностику. Я уже рассказал вам всё как есть. Что Лондри на них наплевать? Вид у них огорошенный. Чтобы мне было проще во всем разобраться, попробую записать. Ну, он занимается деньгами у Уолтера. Джек был его телохранителем, а Райли — эстетическим консультантом. Нет, стоп, наверное, Райли занималась чем-то под названием пиар. А как тогда звали ещё одного? Нет, не помню, чем я занимаюсь. Я же ничего не знаю о древних. Я простой моряк, а не искатель. Я даже не знаю, надо ли включать это в отчёт. Хорошо. Сохраняйте спокойствие, пожалуйста! Я видела, как Сейка выскочила отсюда. Что такое вы с ней там устроили? Ну, этим людям есть над чем призадуматься. Надеюсь, им хватит ума вернуться в конец флота. Надо встретиться с Сейкой. Поговорить с ней. Подбодрить. Мы, наверное, можем уже быстрым перемещением воспользоваться, мне кажется. О! Ну вот, теперь точно можем. Задание завершено. Для его забавы. Для его забавы. Айлойд должна добраться до его парка, но сперва ей нужно встретиться и помириться с Сейкой. Ну, сегодня серия у нас будет немного покороче. Мы в следующей серии продолжим обязательно. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok